Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 30 июля. Страдания святого священномученика Валентина. В Омбрии, Итальянской области, в городе, называемом Интерамно, был епископом святой Валентин, получивший от Бога дар врачевания. Он, исцеляя в людях всякие болезни и недуги, молитвой и призыванием Пресвятого имени Иисуса Христа, обращал неверных от илевского служения к Богу. Во время языческое многобожие еще господствовало в мире, и нечестивые цари, владевшие Западом и Востоком, преследовали христиан. В эти дни три схоластика, родом из Афин, вероязыческой и по имени Прокул, Ефив и Аполлоний, пришли для учения в Рим, желая получше ознакомиться с языком и римской наукой. Они нашли одного ученого наставника, опытного в обоих языках, латинском и греческом, по имени Кротона. Поступили к нему в учение и жили в его доме. Случилось одному из сыновей Кротона именем Херимону, сильно заболеть. Болезнь состояла в том, что хребет его согнулся, голова очутилась между колен, и он никак не мог выпрямиться. Многих врачей призывали, но они никакой пользы не могли принести больному. Страдал он таким образом около трех лет и потерял всякую надежду на исцеление. Пришел как-то в дом Кротона Трибун по имени Фронтон. Увидевши больного, он сказал, «Такая болезнь была у моего родного брата, и он получил исцеление от некоего христианского епископа, называемого Валентином, который живет в городе Интерамни». Сообщивши об этом, Трибун советовал Кротону послать к этому епископу своего больного сына. Сказал он о своем брате еще и то, что он, получивший исцеление, не пожелал оставить епископа, и привлекаемый его добротой привязался к нему любовью. Услышавши все это, Кротон послал к епископу некоторых почетных, верных и преданных ему мужей с просьбой, чтобы он пришел к нему, так как невозможно было в такой путь отправлять больного отрока. Человек Божий для славы Господней не поленился прийти из своего города в Рим, приславшему его мужу, и принят был им с большой честью. Показавшись святителю больного херемона, Кротон стал просить, чтобы он исцелил сына, как исцелил брата Трибуна. Святой Валентин сказал, «Если ты хочешь, будет исцелен сын твой. Половину своего имения не пожалею отдать тебе, если ты только можешь исцелить моего сына». Ответил Кротон, «Удивляясь, возразил святой, тебе, что ты, будучи мудрым учителем, не понимаешь сказанных мною слов. Опять говорю тебе, если пожелаешь, выздоровеет больной, ибо если веруешь во Христа моего, все будет возможно для верующего». Верующий несравненно более приятен Богу, чем неверующий, который полагает свою надежду в мирских и ничтожных вещах и почитает за богов изображения некогда живших злых людей, сделанных из дерева, камня или какого-либо вещества. Как можно допустить, что у бога не были те, которые, будучи погружены в дурные дела и упражняют в жестоких мучениях, ни одного часа не имеют свободного от мерзостных беззаконий? «Если веру, предлагаемую тебе мною, ты примешь, отказавшись от языческого нечестия, и возложишь свою надежду на единого Бога, невидимого и всемогущего, то будет дано здоровье твоему сыну, как ты желаешь. Ты уже половину имения, которую ты предлагаешь мне, раздай нищим. Пусть они молят Бога о тебе и твоем сыне. Меня же ты никаким образом не убедишь, чтобы я что-либо взял от тебя за исцеление твоего сына. «Прошу только одной веры». Итак, верой в Сына Божий Иисуса Христа, что Он есть истинный Бог. Откажись от всех своих идолов, и ты увидишь своего сына здоровым. Кротон сказал на это, «Хотя я не знаю, в чем собственно состоит ваша вера, но слышал, что всякий спасается по своей вере. Вера одного не может помочь другому, и наоборот, все любое неверие не может повредить другому». Святой епископ отвечал, «В жизни человеческой есть такое, что не может другим ни помочь, ни повредить. И отеческое неверие не может вредить вере сыновей, но в нужде и при исцелении больных вера одного может способствовать другому. Например, вера и отец в состоянии помочь сыну, сестра, брату и господину рабу». В Писании мы читаем, что сотник по вере получил выздоровление своего умирающего раба. Начальник синагоги свою умирающую дочь увидал возвращенной к жизни, а сестры, плачущие о своем умершем и погребенном брате Лазаре, увидали его на четвертый день воскресшим во славу Господа и возрадовались. Есть и другие многочисленные примеры в Ветхом и Новом Завете, ясно показывающие, что вера одного может помочь другому. Бывает и так, что неверие одного приносит вред другим. Например, неверие одного человека, фараона, причинило различные казни всему Египту и даже покубило его со всем воинством. Так и неверие одного приносит вред другим. Слушая эти и подобные им речи епископа, учитель Кротон пал к ногам его и сказал, «Веруя в проповедуемого тобою, что он есть истинный Бог, и нет другого, кроме того, кто повелевает болезням и смерти уйти, и они уходят, повелевает жизни и возвращается». Святой епископ Валент на это сказал ему, «Веру христианскую следует обнаруживать не только словами, но и делом». Таковы же, спросил учитель, те дела, которыми может обнаружиться вера. «Откажись», — поучал епископ, — «от идолов, сделанных руками человеческими, и прими святое омовение, чтобы присиститься к сынам Божьим». «Каким же образом?» — спросил Кротон. «Вода, омывающая только телесную, скверно может очистить от грехов». «Вода», — разрешил его недоумение святой, «когда над ней будет призвано имя Пресвятой Троицы, получает таинственно Духа Святого, который очищает все грехи крещающегося в этой воде человека». «Наша беседа все растягивается», — сказал Кротон. «А жизнь сына моего херемона сокращается». Святой Валентин это сказал. «Если ты не будешь веровать тому, чего никогда не мог ни слышать, ни видеть, сын твой не может быть здоров». «Что же это такое?» — недоумевал Кротон. «Чего я не мог ни видеть, ни слышать». «Слышал ли ты, — пояснил святитель, когда-либо про деву, непорочно зачавшую и родившую и по рождению оставшуюся девой? Видел ли ты кого-либо, ходящего по морю, как по суше? Слышал ли ты, чтобы кто одним словом укращал бурю морскую, чтобы он, в конце концов, был распят, умер, погребен, третий день воскрес из мертвых на глазах многих, вознесся на небо, причем ангел, ясно явившийся людям, засвидетельствовали, что он снова придет с неба судить живых и мертвых? Если ты веруешь этому, что все так произошло, то приступи и прими крещение, чтобы и сын твой получил здоровье, и ты сам сподобился жизни вечной. «Все, что ты говоришь, сделай», — согласился учитель. «Только пусть сын мой будет здоров», — на это сказал святой епископ. «Так как вся премудрость мирская, которой ты учителем считаешься перед Богом, ничтожество, и ты не можешь так совершенно веровать, как требует сама вера, то дай мне слово, что ты со всем своим домом обратишься ко Христу и крещешься после того, как сын твой по моей вере получит здоровье». Тогда учитель Кротон, признавший жену свою и всех домашних, пал к ногам святителя, и все обещали сделать все христианами, если исцелеет Керемонт. Были здесь и вышеупомянутые юноши, Прокул, Ефир и Аполлоний. Они также, желая выздоровления сыну своего учителя, обещали сделать все христианами. После этого святой епископ повелел приготовить отдельную комнату и пребывать в молчании день и ближайшую ночь. Сам же, взявший в эту комнату больного, затворился с ним в одиночестве. Больной был создан телом, как был круглый клубок. Голова была между коленами, ноги на плечах и спине. Ни одна часть тела не была свободна, ни в состоянии, он был даже языком говорить, и только стонал. Никто из врачей не мог ни понять, ни излечить этой болезни. Святой епископ Валентин, взявший свою властеницу, на которой он обыкновенно молился, послал ее на землю и положил на нее больного полумертвого отрока. А сам всю ночь молился и славословил Бога. В полночь в той комнате воссиял небесный свет, так что находившимся вне, казалось, как будто внутри загорелся огонь. А после полночи отрок стал здоровым и начал громким голосом хвалить Бога. Родители, и все бывшие в доме, услышавшие голос сиримона и произносимые им слова, очень обрадовались, так как в течение трех лет они слышали только его стоны. Подошедшие к дверям, они начали стучать и просить святого, чтобы он открыл им, и они увидели бы сиримона. Но святой ответил, что он не откроет им до тех пор, пока не совершит своих обычных молитв. И ждали они до утра, радуясь случившемуся. Когда начался день, святой епископ открыл дверь и, вывешивши отрока совершенно здоровым, как будто он никогда и не болел, передал его родителям. Тогда учитель Кротон со всем своим домом уверовал во Христа и крестился. Все радовались духом о Боге Спасителе Своем. Истылившийся отрок Херемон по принятии крещения не пожелал оставить своего врача, святого Валента. Точно так же и вышеуказанные три юноши, оставившие после крещения мирскую мудрость, привязались со всем усердием к духовному учителю, Божьему архиерею, и стали его учениками, подражателями его святой жизни и искателями своего спасения. И другие схоластики, одних с ним лет юноши и отроки, побуждаемые их увещаниями и примером честной и целомудренной жизни, обращались к вере Христовой и святому крещению. Так что стало стекаться к ним множество схоластиков, которые, послушавши их богодухновенного учения, научались небесной мудрости и вступали на путь истины. Когда же сын начальника города именем Авундий, уверовавшего Христа и крестившись, возгорелся божественной ревностью и явно перед всеми исповедал себя рабом Христовым, то отец его и другие начальники сильно разгневались, схватили первоучителя христианской веры, святого епископа Валента, и беспощадно били его. Они склоняли его к идолопоклонству, но он не пожелал исполнить волю их, поэтому его снова мучили еще более люто, и затем заключились темничные оковы. Святой же радовался, что сподобился пострадать за Христа Господа своего, и украшенный подобно апостолам, принятыми ранами, как дорогими украшениями, хвалился ими и говорил, «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». При этом своих учеников, приходивших к нему в темницу, он укреплял в святой вере. Узнавший об этом, начальник сильно разделился и, пославши за ним ночью, вылил его из темницы и отсек ему голову. Так окончил свой страдальческий подвиг святой епископ Валентин. Ученики святителя Прокол, Ефим и Аполлоний, взявши честное тело его, отнесли в город Интерамно, купили в предместе небольшую часть земли и погреблись с честью, пребывая при гробе несколько дней и ночей в посте, молитвах и словословии Господа. К ним собирались бывшие в городе верующие и множество неверных, последние, послушавшие их души спасительных речей и Христовой проповеди, просвещались верой. Об этом стало известно градоначальнику Леонтию, и он, схвативший трех отроков, посадил их в темницу. Когда же увидел, что народ волнуется и жалеет их, так как все любили их, то приказал ночью убить их, днем осудить их на смерть, и он боялся, чтобы волнующийся народ не отнял их. Так святые мученики ночью были усечены мечом и отошли к немерцающему свету небесного царствия. Выше помянутый святой Абунди, сын римского начальника, когда пришел к своим возлюбленным друзьям и узнал об убиении их, очень опечалился. Взявши честные тела, он в честь и похоронил их при гробе своего учителя, святого Уолента, прославляя Господа Иисуса Христа, Который живет и царствует с Отцом и Святым Духом в бесконечные веки веков. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok